если путь к просветлению это определенный ну скажем так труд работа над собой и а как известно человек всячески придумать эти инструменты чтобы облегчить свой труд если как есть не теоретически какие-то устройства которые например или места какие которые повышают или ускоряет этот конечно конечно но это поселение в котором живут люди которые таким образом мысли то есть создается аура который соответствует практике вы это практикуете в городе в этом огромном шуме на полевом уровне это огромный шум то есть частот который совершенно не соответствует в общем то всем этим вибрациям на это электромагнитный фон который не соответствует да это место в котором вы сидите дом который не соответствует для практики что такое храм до Храм, где идет усиленное прокачивание энергии. В славянской традиции известно, что у храма была самая острая крыша. То есть это место, где самый сильный поток энергии. И далеко не все люди могут жить в таком месте, где узкая крыша. Но приходить во время духовной практики, именно в эти места, то есть на какой-то короткий промежуток времени для толчка человек может. Чем человек более развитый, тем ему более острый нужен диапазон крыши, чем он дольше может жить в этом диапазоне. Кроме остой крыши существуют и остальные другие параметры, которые позволяют усилить этот поток. Соответственно, есть места. Их называют местами силы, и они различаются по силе. То есть есть места силы уникальные, есть места силы сильные, есть места силы хорошие. Соответственно, вся территория не может быть уникальной. Всегда уникальный какой-то момент. Чем мир более тонкий, тем площадь уникального места, где энергия высокочастотная, уникальная, она больше. В нашем мире нельзя создать всю территорию уникальной. То есть живут существа такого-то уровня, и средняя территория должна соответствовать по энергетике этому уровню. Но есть отдельные территории, которые возносят, и они имеют разную силу. Соответственно, места, так называемые места силы, они обычно закрытые, туда обычно не пускают. Там обычно селятся те, кто соответствует им. Ну, разумеется, просто для того, чтобы их не разрушили. Потому что, в принципе, можно испортить, можно все, что угодно. Места силы можно создавать. То есть первое – это поселение, где живут люди, и они находят такое место, которое волей или менее соответствует понятиям места силы. То есть место силы можно создать, но они уже есть. То есть на земле есть точки, где вот эти выходы энергии более сильные. То есть место более предназначенное для жизни развитых людей. Второе – вы строите правильную инфраструктуру, чтобы эти энергии в этих местах правильно пересекались. Там пирамиды строятся, храмы строятся, сажаются специальные деревья, вплоть до магических деревьев и растений, которые очень интересно писалось у Карлса Кастанеда в книге. Строится дом по таким правилам, что энергии будут в доме усиливаться. То есть человек живет в двух диапазонах, где природа усиливает, его помогает ему жить, раскручивает, дает ему ресурсы. И существует дом как храм. То есть развитый человек живет в доме-храме. Почему? Потому что его основные цели – это развитие. Основные цели ему – не вырастить какие-то тонны зерна, не вырастить 500 баранов, не накопать столько-то тонн золота, не получить власть над кем-то или как-то. Его задача – возвысить сознание и выйти на уровень Бога-человека подальше. Поэтому он не стремится на уровне материи именно достичь какого-то критического количества достижений. То есть должен быть тот уровень, который необходим. То есть он может быть условный, он может быть большой. Но вот в этом, знаете, как есть принцип у современных бизнесменов-предпринимателей. То есть у тебя уже 10 миллиардов, и ты не знаешь, куда их потратить, но ты начинаешь выжимать из людей, чтобы доход рос. Вот что такое настоящий купец-предприниматель? Он заработал 10 миллиардов, он вложил их в кругоборот, и они все крутятся. Он вытаскивает только столько, сколько ему сейчас нужно для жизни, или сколько ему нужно для инвестиций. Все остальное крутится. Если он скапливает деньги, он уже не предприниматель, он уже больной, он начинает коллекционировать, это уже привязанность работает. То есть это понимают, в большей степени это понимали. Были купцы, например, в России. То есть они были достаточно богатые, но там часть вложенного в механизм была большая, чем личный капитал. Личный капитал, он вставлялся ровно тот, который необходим для... Они не были идеальными, но этот эффект был больше. Когда строится, чтобы достигать этого большего, вы строите себе дом, опять же, по этим принципам. Что должно быть в доме духовного человека, который живет нормально? Не додумаешься. Храмовая комната. У кого из присутствующих есть в доме храмовая комната? Храмовый уголок. Заметили? У тебя есть. Комната, где ты спишь. Я сплю. Это твои цветы, твое храмовое пространство? Нет, комната, где ты спишь, я туда хожу. Победитировать ходишь. Вы, наверное, заметили, что у многих религий есть такое место, где они там у буддистов ставят Будду, пространство какое-то, у других религий что-то еще. То есть они пытаются таким способом создать уголочек. Мы были на Шри-Ланке, и у них такое есть правило. У многих, кто достиг, ну, не высокого уровня материальности, а такого среднеприличного, у них на территории есть свой храм маленький, построенный. То есть такое простейшее сооружение с крышей, но не для житья, а для временного посещения. То есть я удивился, что я очень много видел домов с храмами. То есть это обычные одноэтажные домики, двухэтажные, небольшие. У каждого свой храм. То есть я удивился, что вот шри-ланковцы, они этот принцип сохранили. То есть в доме развитого человека, живущем по духовной программе, должен быть обязательно личный храм. Бывает такая ситуация, когда на территории поселения есть очень мощный храм. И ты имеешь возможность туда ходить. Вот есть, например, жрец, там, волк, который его поддерживает. И в принципе можно обходиться без храма внутри своей квартиры специального. Если ты имеешь возможность доступа туда в нужный момент, то ты строишь просто дом по принципу храма. Но место, где энергии будут всегда высокочастотные. То есть ты уровень жреца по уровню силы и тонкости канала, конечно, не сделаешь. Но твой дом должен быть наподобие храма. То есть на что похожий дом человека? На что похожий его дом? Соответственно, к тому и движется его, скажем, существо. Дом похож на крепость. Он как солдат или как собственник, который защищает. Дом похож на дворец. То есть, например, у королей этого двореца был ради шика. То есть там немножко другая тема. А если человек развитый, то он начинает делать дом красивый. Я говорю, почему? Потому что ему нужно запустить элементы тонкой энергетики. Он создает какие-то красивые вещи, которые создают, как торсионные генераторы, поле более высокочастотное. То есть красивые гармоничные объекты. Это не совсем все правильно. То есть это не до конца правильная схема, но она в множественном направлении. То есть дом человека, он построен по принципу храма. То есть это не в прямом смысле храм. Потому что храм строится под специальное назначение. А у квартиры есть еще социально-бытовые назначения. Это склады, например, для еды, места для спальня, мытья, как говорится, заблюдение за звездами и всем остальным. Но образ дома строится как храм. Соответственно, этот дом, он и красивый, конечно, но в первую очередь все, что внутри этого храма, оно показывает твою существенную природу. Когда ты хочешь развиваться быстро, ты строишь свой дом как храм. Либо превращаешь свой дом в храм. И по форме, и по содержанию, и наполняешь это уже своим пребыванием, практикой. Это место уже, место благостное. Существует сам дом и существует окружение. То есть можно жить в самой природе и внутри их природы строить жилище-храм. Можно жить напрямую в природе, как вот есть цивилизации, которые живут в деревьях. То есть не потому, что они примитивные, а потому что им для жизнедеятельности достаточно этого. То есть энергия дерева, есть деревья, которые по сути своей магические. У наших, у нас сейчас таких деревьев фактически не осталось. Они в единичных местах и спрятаны. А есть деревья, которые пропускают очень тонкую энергию. Есть определенные породы деревьев, некоторые выводились эти деревья. И внутри этого дерева очень высокочастотные потоки. Особенно, когда деревья очень высокие. И у них богатые листва и есть цветы, красивые цветы. То есть человек создает внутри природы свою нишу. Есть, например, цивилизация, которая... Я книгу не могу написать, я пишу книгу, как роман такой фантастический про цивилизацию. Они живут в кристаллах. То есть они выращивают свои дома. То есть дом — это живая форма жизни. То есть там симбиоз человека и кристалла. То есть кристаллы создают это пространство изначально уже. Это часть природы. Есть природа неорганическая, есть органическая. Люди выращивают кристаллы и живут. Кристалл может дать очень высокочастотную вибрацию и поддерживать ее бесконечно долго. Для дерева есть кристаллы, которые живут под землей, есть кристаллы, которые начинают свою жизнь под землей, но продолжают на определенном этапе над землей. То есть есть кристаллы, которые, например, не любят свет, а есть кристаллы, которые могут использовать свет на определенном этапе. Есть цивилизации, которые живут именно в кристаллической форме, и кристалл сам создает это пространство. Кристаллок. Человек, вступая в симбион с кристаллом, в нем сотрудничество, создает просьбу, команду, и кристалл создает для него пространство для жизни. Человек живет в кристалле и получает себе дом. Живя в таком доме, практиковать очень хорошо, очень легко есть цивилизации, которыми тему сильно пользуются. Плюс того, что этот дом не нужно поддерживать в хорошем состоянии, он сам по себе формируется. Внутри природы пока нет каких-то воздействий, вплоть до того, что такие дома являются и убежищем, и средством для жития, и обсерваторией одновременно. Структура такова, что она позволяет эти задачи все решать. Мы, живя в нашем современном мире, можем свой дом, свое место для практики тоже к этому подготавливать, начиная с поселения. Потому что если вы построите храм среди заводов, вам будет очень тяжело. То есть, да, у вас хороший дом, но от вас копоть, шумы, вибрации, это все нужно будет как-то уничтожать. То есть, по сути, получается, что вокруг дома надо очень серьезное количество насаждений сажать. А их, получается, тоже нужно защищать, потому что как опасна, например, сажа для человеческой кожи, так сажа опасна для растений. То есть, она забивает листики, то есть, она забивает поры растений. Это больше вопрос к химику или физику. По сути, та же самая тема, что с человеком. Поэтому, чтобы практика шала лучше, надо для практики создавать пространство. Соответственно, пространство должно создаваться и людьми, и их образом жизни. Вот хотите заниматься серьезно практикой, нужно создавать отдельные места. Вот под Питером кришнаиты построили там Vega Village. То есть, в общем-то, хороший первый почин. Они далеко не все правил соблюли, но очень хороший шаг в первом направлении. То есть, для хорошей практики вам нужно превращать свое пространство жизни в такую область. Есть еще одна хорошая вещь. Это то, что вы кушаете. Мы обычно покупаем какие-то вещи, хотим покупать и стараемся экологически чистые вещи. К сожалению, они сейчас дорогие по не обоснованным причинам. По идее, вы должны выращивать свою еду сами. То есть, в принципе, человек может не быть фермером, но может выращивать все, что необходимо на самом участке. На самом деле, очень много для этого пространства не нужно. Была очень такая интересная лекция у Трехлебова. Он сам жил в деревне, то есть, он говорит, что начитались этого мегре и побежали покупать себе гектар и сажать на нем кедры. Нет, что, плохого против своей земли, против этого гектара, против кедров. Но если ты хочешь жить на этой земле, чтобы она тебя кормила, тебе нужно пространство. У тебя есть одна корова. На одну корову нужно пространство около гектара, чтобы ей сено накосить. У тебя там есть овцы, куры. Соответственно, всем всем нужно пространство. В одном гитаре ты уже не вписываешься. А тебе еще нужно посадить вокруг себя растения какие-то, то есть, там свой сад, там свои деревья. И он прав в этом плане на том, что вот на простейшем уровне таком, ну, тот, который можно достичь, не впадая в какие-то тонкие вещи. По большому счету, если выращивать правильно плодовые деревья, правильно их защищать, правильно формировали среду, то, то есть, в принципе, большая семья может кормиться с участка намного меньше, чем гектар. То есть, растения могут проносить круглый год. Например, человек может съесть яблоко, ему этого яблока может хватить на полдня. Человек может съесть 5 яблок, то есть, как бы, в общем-то, он чувствует, что ему недостаточно. То есть, когда человек выращивает растения и плоды под себя, то есть, и по качеству, по ресурсу. В общем-то, так раньше славяне занимались. Были раньше такие растения, такие плоды, которых имели полный комплекс веществ, необходимые человеку для жизни. То есть, съедаешь один плод, и тебе этого достаточно. Сейчас есть цивилизации, которые это делают. То есть, были такие, в общем-то, растения, и большая часть из них уничтожены. На земле тоже, кстати, выращивались раньше. У нас даже стерты были из лексикона названия и понятия. Может, вы слышали, есть такое понятие амброзия. То есть, у богов была еда, которая, вот она, вот какое-то там блюдо, специальность чего-то. То есть, насколько я знаю, было такое растение, которое, когда у нее приходил период подачи семян, она из себя выделяла определенный сок, который загустевал. Он привлекал бабочек, которые его пыляли. У этого растения была специальная такая программа, что она сотрудничала не только с бабочками, но и с людьми. Бабочкам давался нектар, а людям давал вот эта жира. Вот эта жира, которая выходила, вот она давала вот этот эффект бессмертия. То есть, она не бессмертия, она сильно продлевала жизнь. И было очень вкусно, и обладала всеми элементами. То есть, это, в общем-то, такое растение, оно до сих пор есть. И насколько я слышал, как по составу на амброзии, вот она очень больше всего на это похожа. То есть, это реальное растение, которое существовало. Потом, это вообще интересная история, я первый раз ее коснулся, когда читал книги Захария Ситчина про шумеров. И рассказывали про ануннаков, которые периодически принимали эту еду. Кое-что, вот я смотрю, вот вспомнил подобные вещи, потому что когда-то в прошлом их видел. То есть, что-то очень-очень похожее. То есть, мы живем на земле, и мы на земле не знаем всех растений, даже не всех растений. Мы европейцы, по-моему, мы знаем 5% от растений и плодов, которыми растут в тропических лесах, которые съедобны и по своему составу и вкусу превосходят все то, что мы едим. У нас даже названий этих растений нет. А представьте, что там есть другая планета, где это культивируется, где люди не питаются мясом, злаками, корнями. То есть, у них только фрукты. Только фрукты. Ну вот и вся планета выращивает фрукты. То есть, там такое количество и всего, что там даже поднимать тему и обсуждать даже не хватит никакого времени. Я каких-то из прошлых жизней, я их ел. Я немножко помню этот вкус, который ни с чем не сравнить. Когда ты ешь вкус, это потрясающее впечатление. Когда ты ешь продукт, и как будто он тебя заряжает. Знаете, как вы устали, и вам нужно отдохнуть. Входите в душ, и вы чувствуете облегчение. То есть, вы долго-долго шли, у вас инерция, падаете в речку, и вы чувствуете подъем. Или вышло солнышко, у вас подъем энергии идет. Вот съедаете этот фрукт, как будто вы заряжаетесь. Вы были усталыми, съели, и вы хотите уже бегать. У меня опыт есть. И очень интересный вкус, который как будто бы в себя сейчас вмещает. У нас искусственных продуктов сейчас есть. Там черешня, вишенка, ананасы, киви, что там у нас еще есть. Винограды, манго. Вот этот фрукт вмещает в себя все эти вкусы. При этом он не кислый, не слишком сладкий. Просто есть опыт из прошлого. То есть, это все как бы можно выращивать. В идеале вы на своем участке выращиваете эти деревья. Причем человек и дерево – это симбиоз. Вы съели в круп, то, что идет в вашей канализации, это идет под дерево. Дерево это поглощает. То есть, для него это корм. То есть, дерево будет этому рада неслыханно. То есть, как для нас есть, знаешь, вкусняшка, шоколадка для дерева. Вот этот, скажем, состав очень-очень полезен. Обычно дерево существует и в земле для него этого достаточно. Но если это попадает в землю, у дерева получается, скажем так, как для нас конфетка. Для него идет такой скоростной, усиленный ресурс, который позволяет ему тоже быстрее развиваться. А у дерева тоже есть свой цикл развития. И как живое существо оно тоже как бы хочет эволюционизировать. Так у него свои способы, свои скорости. То есть, когда есть этот симбиоз человек-растение, соответственно, человек ничего не выкидывает вовне, никакого мусора нет. То есть, и дерево под человека, зная то, что человека выходит, она знает, что ему нужно плод дать. Питается семья. Плод для того, что у него растет дерево, у него там есть крона. На кроне растут плоды. То есть, 360 градусов, грубо говоря, или разная высота. И каждый член семьи берет плод с определенной стороны дерева. То есть, соответственно, дерево знает, когда приходят от людей вот эти вещества в туалете. Дерево знает, что нам надо. То есть, он перерабатывает, это создает плод под человека, который это будет есть. То есть, не просто даже витаминный комплекс, а еще лечебные вещества, которые нужны человеку, хотя эти понятия близки. Например, кому-то нужно больше витамина С. И для этого человека дерево вырастет больше. То есть, плод... То есть, это вот вещи, которые... Кто-то, наверное, фантасты думают, что они эти вещи выдумывают, даже не придумывают. На самом деле, это уже существует. Многие фантасты эти вещи либо считывают, либо когда-то знали. Вот это то, что можно сделать. То есть, вот у Елены Анатольевны был опыт, когда она выращивала у одной дамы, она там жила, они выращивали под себя помидоры, там еще какие-то овощи. Практически все овощи. Кабачков там дорастил. Да. И если их удобрять, в общем, то, что из человека выходит, растение как бы выдает тебе продукт уже автоматом под тебя. То есть, то, что тебе нужно. Что интересно брали. Опыт был конкретный, да. Вот он очень хорошо соотносился с тем, что я знал. Брали одинаковые семена из одной пачки. Берем и там три или четыре человека. Каждый поливает эти помидоры на одной и той же земле. Вот грядки рядом ставим, извините, тем, что из вас вышло. Там это смешивалось определенным образом и поливалось. У одних помидоры кислые, у других сладкие, у третьих соленые, у одних большие, у вторых малюсенькие, у одних зеленого цвета, у других почему-то красного. Одни и те же помидоры. У всех разный вид, разный состав. У них все же семена, да. Семена из одного плода. И еще с поливанием деревьев осторожнее. Я когда работаю, не всегда понимаю, где я нахожусь, извините. Я однажды, там одна продвинутая дама в деревне живет, у нее тоже есть свои трудности. Это я говорю для тех, кто сейчас, может быть, будет смотреть наши видео и знает о ком я говорю, начнет кричать, да она там такая сякая, или, например, давайте на нее молиться. Не надо ни на кого молиться, и никого ругать. У всех есть свои трудности и свои продвинутые стороны. Вот она продвинута в многих областях. И однажды меня угостили редиской и салатиком с ее огорода. Просто привезли в Петербург, я не смогла выехать на посадочные работы в место, где мы находились. И мне привезли в качестве подарка от нее. Вот я это съела. Я не знаю, знаете, что такое понос? Наверное, каждый из вас знает, но это был не понос. Я думала, что из меня вытечет вся жидкость, включая глазную. То есть у человека сильное поле, четкие цели, и под него выросла эта редиска. И вот эта редиска угостили среднестатистического человека. Я тогда еще только начинала свой путь. Я правила для себя включила никогда больше. Я не ем никакие фрукты и овощи, выращенные на чьих-то отходах. То есть только свои, либо в магазинах купленные. Потому что начался очистительный процесс, мощнейший. И он длился настолько приличное время, что я урок запомнила навсегда. Пока программа не закончилась. Когда теперь говорят, бабушка передала с огорода, или угостись, пожалуйста, внученька. Я говорю, спасибо. Я очень хорошо, по памяти у меня хорошая, больше не надо. На самом деле у бабушек все-таки у них лучшие продукты, чем в магазине. Первый раз мы ехали из Петербурга через Выборг в Хельсинки. И заехали в Выборге. Мы всегда заезжаем, там магазин один есть неплохой, овощной. И там по дороге стояли бабушки, продавали свой салатик. И вот я купила салатик. Поскольку энергетика уже развита, это было буквально год назад. Я больше никогда этого делать не буду. Потому что салат зеленый, красивый. Она био, доченька, бери. Там стояли разные. Потому что салат, ты его положил лист. Вот такое впечатление, что ты ешь коровье, извините за ржение, говно. Ну то есть они поливают, видно, закупают с ферм. Для нее это ничего не значит. А весь салат впитал генетику коровы, запах коровы, вкус коровы. Да, это... И салат пошел в помойку, и все ее щавель, весь ее петрушечка вся была выброщена в компост. Потому что это есть было невозможно. Потому что этот салат был предназначен для коровы. Я думаю, что они выращивают для людей, но кладут удобрения, знаешь, модно. Но дело в том, что если попадает дерьмо коровы, то салат понимает, что это для коровы. Да, да, здесь я согласна. Если это немножко делается, то это допустимо. Когда он серьезно, сильно поливается, ну, конечно, расти будет хорошо. Но и структура салата будет для коровы. Что для тебя было невкусно, корову бы с большим удовольствием съела. Думаю, да. Но вот бабуля не понимает таких вещей, поэтому он даже, извините за выражение, вонял. То есть я думаю, помыла, думаю, наверное, все-таки био надо съесть съела. И когда я поняла, что я его положила в рот, выплюнула и все, выкинули сразу, потому что он просто вонял. Руки потом воняли после салата коровью лепешкой. Использование этих веществ должно быть разумным. То есть надо опираться на знания, на чьи-то знания, на опыт. То есть не просто взял, захотел, там, ходишь, писаешь под дерево. То есть от ночи, например, дерево запросто засохнуть может. То есть это должно делать, исходя из знаний. То есть есть понятие, что то, что исходит от человека, оно должно дает ресурс для того, чтобы выращивать. То есть то, что уходит от человека, это в природе не... Вот сейчас у нас есть канализация. Если мы эту канализацию выпустим наружу просто так, это будет экологическая катастрофа. Если мы это выпустим, скажем так, под корни дерева, специальной пропорцией предназначено, то это будет замкнутый цикл, который для природы будет только счастьем. То есть мы снова становимся детьми природы. Поэтому надо понимать вот эти правила. Не просто взял, просто вылил там под дерево. Надо знать, как, сколько, где. То есть, надо понимать, там даже считается, если вы знаете, что некоторые деревья, например, нельзя поливать днем, чтобы они-то может сжечь там что-то, да. То есть есть знания в сфере растеневодства, да, что допустимо, что недопустимо. Поэтому даже нормальный какой-то, например, вода, да, вода, политая под некоторые растения не в нужное время, может им вредить. То есть можно залить растения. Вот у меня дома растут дубы, например, авокадо. Я знаю, что это очень тонкая грань, где не долить или перелить. То есть растение начинает сохнуть. Или загнивает. Ну, загнивает, да. Поэтому вот еще одна важная часть того, что когда вы хотите хорошо развиваться, то есть еда, которую вы делаете, должна быть для вас ресурсом. А, соответственно, она должна вами лично выращиваться. На самом деле то, что нужно делать в этом плане, оно не так уж и много. То есть эта технология не так уж и сложна. То есть я сейчас не готов на технологию, но на самом деле, насколько я знаю, это не сложно. То есть человеку не нужно иметь огромный огород с огромным многообразием всего. На самом деле человеку очень немного нужно. Только нужно выращивать именно эти вещи. Когда человек находится на очень низком пути развития, ему, конечно, нужно вот что-то такое. Там ему где-то свеколка, да, там где-то там еще репка, да. То есть изначально свекла и репка, они не предназначались для животных. То есть для животных это лакомство, для человека это грубовато. Но когда человек находится в начальных этапах развития, то есть для него нормальные продукты. Их, в принципе, можно вкусно, конечно, приготовить, у них есть полезные вещества. Но как бы сама по себе, для человека, который занимается духовными практиками, пища, которая, наверное, должна есть, она должна обладать качествами. Потому что вы знаете, что химические элементы оказывают на мозг определенное воздействие. То есть если вы едете определенные химические элементы, вы заряжаете свое психополе на определенную частоту. То есть самые лучшие в этом плане продукты – это фрукты. Есть фрукты, которые более полезны, менее полезны. А вообще в природе существуют и универсальные фрукты. Сейчас, я думаю, что нет ни одного фрукта, который является универсальным. Есть, например, какие-то фрукты, например, типа кокоса, который является уникальным продуктом, очень полезным. Кто-то очень хвалит киви, по химическому составу полезный. Кто-то говорит, какой замечательный топинамбур. Но универсального продукта, который можно дать, нет. А вот раньше были. То есть, я имею в виду на земле, вот в нашем мире. То есть вопрос о том, что хотите заниматься практикой, то есть и еда должна вам этому помогать. И она может быть очень хорошим помощником, если вы сами правильно выращиваете. Плюс вашему развитию могут помогать какие-то магические вещи. Ну, то, что называется магией, а на уровне йоги это называется энергетика. Например, вы можете с помощью кристаллов создавать специальные поля. Можно кристаллы просто где-то закапывать, можно из них строить мандалы. То есть есть система работы с камнями, когда с помощью камней можно усиливать поля до такой степени, что вам практиковать будет легче и интереснее. То есть камни можно носить на себе, то есть из них можно делать какие-то ювелирные какие-то изделия, из них можно делать мандалы. Их можно раньше, в далеком прошлом, секрет расскажу, когда строили дом, под дом из камней выкладывали, вплоть до драгоценных выкладывали мандалу на определенной глубине, то есть определенный знак. Причем у каждой семьи была своя. Эта мандала создавала очень сильный энергопоток. Если уровень развития семьи падал, то нужно было эту мандалу либо переделывать, что непросто, возможно, но непросто, либо продавать дом кому-то, кому она соответствует. На самом деле раньше не было такой зависимости, камни не имели таких базнословных цен, денег они стоили, как сейчас. И многие камни выращивались в земле, например. Сейчас мы есть синтетические камни. И они, конечно, по своим качествам сильно отличаются, хотя тоже очень хороши, от природных. Раньше выращивали эти камни прямо в земле. Вот он уже, например, крупный сапфир. Его выращивали в земле. То есть создавали среду, он сам там вырастал. То есть они при помощи высокой температуры, как сейчас делается в лабораториях. А в условиях, приближенных к реальным, но создавалось специальные условия. Из камней делали мандалы, и под каждый дом эта мандала ставилась. То есть это тоже условие, по которым делался дом. Причем, что интересно, оно делалось иногда в земле, иногда в фундаменте дома. От многого, знаете. Иногда их было несколько слоев. Бывали случаи, когда в доме жили несколько разных родов. Ну там, предположим, род бабушки. Бабушка, дедушка, братья и сестры. Дом большой. То есть они живут на одном этаже. Дети на каком-то еще этаже. Прабабушки на третьем этаже. И также под землей строились под ним мандалы. Они давали поток, и каждая семья брала ту чистоту, которая ей нужна. Ну это времена, как говорится, людей-магов. Это как бы такое, может быть, похоже на сказку. Хотя на самом деле такого суперсложного нет. Это тоже помогало очень сильно практике. Плюс строились специальные объекты. Например, пирамиды. И мы знаем про пирамиды очень мало. То есть кроме того, что они там помогали балансировать землю. Они создавали специальное поле. Кроме пирамид были другие сооружения, подобные, похожие на пирамид. То есть я видел, есть цивилизации, которые живут, и для них средства защиты и обороны специальные сооружения, которые сами по себе очень красивые, но при специальных обстоятельствах их можно использовать как оружие самозащиты, достаточно мощное. Плюс они создают поле гармоничное, что-то типа, может быть, торсионных генераторов. Но эти вещи, они и хорошо вписываются в природу, и поддерживают биокомплекс, биоэнергетику, и одновременно имеют универсальные возможности. То есть это дело рук человеческих, то есть изобретение. Оно не имеет никаких отрицательных эффектов. Очень интересные сооружения. И, честно, если их, например, просто поставить в музей, на них просто интересно смотреть, как на сооружение. То есть как чисто вот конструкция – это очень красивая вещь. Плюс от него исходит очень приятное поле. То есть, в принципе, их еще использовали как целительские механизмы. И, например, волхвы, маги умели поля этих объектов так сочетать, что в нужной точке создавалось целебное поле для конкретного человека. То есть можно было вылечить, например, у человека сломана нога, человек приходит, он становится, у него нога срастается там за минуту, предположим. Мы немножко так очень глубоко полезли по поводу дома. В хорошем месте поселение, правильно построенный дом, выращенные свои растения, должен существовать храм в поселении, который кто-то курирует. Если нет по каким-то причинам, то храм строится внутри дома. Ну вот такие советы. Но используйте камни и минералы, они тоже сильно помогают в определенных в практике. Места силы могут быть переносными, они могут быть как созданными самой землей, это же очень высокоразвитое существо, они могут быть также созданы высокоразвитыми сутями неземного происхождения, которые живут на земле. И некоторые места сил могут быть переносными. То есть, допустим, въезжает маг в какое-то поселение, и вот нет возможности построить что-то новое. Вот там четыре дома, берется пятый, и делается на тонком плане из него храм. Допустим, маг уезжает из поселения, все конструкции тонкого плана демонтируются, собирается, и дом становится опять обыкновенным домом. То есть места силы можно и создавать, но нужно их хранять, нужна безопасность, то есть нужны определенные правила проживания рядом с местами силы. То есть нужно воспитывать и обучать людей. А место силы можно сделать несложно. Но несложно при наличии человека со способностями и технологией. Да. То есть так на самом деле, вот, это нужно специальное образование и способности. То есть, ну, то, чтобы совсем это просто так, это, конечно, не просто так. То есть для этого не требуется огромных ресурсов. Сейчас для того, чтобы построить квартиру на одного человека, то есть требуются, ну, огромные деньги. Человек потом отрабатывает эти деньги, там, пол своей жизни. То есть огромные ресурсы, по идее, на постройку бетонной коробочки, в которой протекает водичка теплая, холодная, есть свет, там, и протекают какашки. То есть, ну, из-за этого человек должен работать, там, пол жизни, чтобы это отработать. Да, то есть неадекватно, неадекватно большие цены. То есть во всех практически городах, сколько-нибудь развитых, да, да и не в городах, эта тенденция присутствует. Умеешь ты, Григорий, рассказать о современных квартирах. То есть это к тому, что современные квартиры, они очень дорогостоящие, это специально сделано, потому что есть технологии, как строить это все достаточно дешево, просто и всем, на самом деле, хватит места. То есть вот сколько у нас есть в России? 100 миллионов, да, и все 100 миллионов можно поселить в маленькие домики, чуть ли не одноэтажные. То есть, есть территории, например, которые не жилые, их можно сделать жилыми, да. То есть в местах, где, например, земля не предназначена для жилья, там можно склады устраивать, например. Можно договориться с землей, чтобы она меняла энергетику места, да. То есть и раньше мы, например, этим занимались. Есть, например, территория, необходимая для жизни, да. И если ограничение пространства, то есть, например, есть место очень выгодное с точки зрения безопасности, но оно не очень пригодное для жизни. Маг может договориться с землей, и там планета, она переделывает это место до годное для жизни. То есть это тоже возможно. И могу сказать, что такие переносные центры, они были у наших предков и были очень распространены. Но когда они покинули планету, они все собрали, демонтировали, увезли с собой. Я до сих пор на карте вижу точки, где стояли, какие конструкции стояли, можно восстановить. Но, как говорится, кто же мне даст-то восстановить? Если, не дай бог, такое восстановишь. Многие технологии еще можно использовать как оружие. Поэтому это тоже, к сожалению, по этому поводу многое увозилось, что можно было бы оставить. Субтитры создавал DimaTorzok